Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Омаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по открытым вакансиям Джолдсов. В 14.00 по GMT будем анализировать данный отчет. В 19.30 по GMT состоится выступление главы Банка Канады Тифа Маклима. Ну и, конечно же, мы приближаемся к супер важным фундаментальным событиям ближайших дней и недель. Во-первых, это пятничные нонфармы, потом уже выборы в США и заседания американского регулятора. Поэтому, друзья, если вы хотели познакомиться с финансовыми рынками, посмотреть за теми движениями, которые на них могут генерироваться и за этими движениями скрываться хорошая прибыль и возможности, сейчас самое время уделить рынкам больше вашего внимания, посмотреть за реакцией разных сегментов финансовых активов на те события, которые были озвучены. Я, конечно же, вам буду помогать анализировать последствия для инструментов определенного исхода тех же самых выборов в США, характера публикации отчетов по нонфарм перелоса. Но в целом очень хочу, чтобы фундаментальный фон и анализ стал для вас еще одним способом интерпретации событий на рынках, которые вы будете добавлять к, возможно, определенному представлению о техническом анализе и к психологии. Потому что на психологию я тоже делаю очень часто акцент, анализирую для вас действия большинства и меньшинства через рыночный сентимент, а маркет, который доступен каждому клиенту нашей компании. Давайте по основным инструментам. Индекс доллара 104.20. Картина особо не изменилась со времени вчерашней торговой сессии, потому что нету локальных каких-то новостных драйверов. Пока что нет. Впереди нонфармы. Отчет по прогнозам будет так себе. Ожидается прирост количества новых рабочих мест в октябре на 110 тысяч. Это очень сильно контрастирует с тем показателем, который мы видели в сентябре. Тогда общий рост количества новых рабочих мест вместе с хозяйственным сектором составил 254 тысячи. Уровень безработицы, скорее всего, останется на прежней отметке 4,1%. Я уже много раз отмечал, что не жду сильных данных по нонфармам в октябре. Более того, я считаю, что сейчас самое время статистикам, я понимаю, что они никак не влияют, надеюсь на статистику, но все же дать нам те цифры, которые будут отражать реальное положение дел для американской экономики и для данного сектора. А реальное положение дел, оно очень четко прослеживается, если анализировать медиану за последние 6 месяцев, и там мы увидим нисходящий тренд. Но вот, к сожалению, такая ситуация в данном секторе американской экономики. Чем, соответственно, слабее рынок труда, тем больше оснований для Федрезерва стимулировать экономику через более низкую процентную ставку. Я вас подвожу, друзья, к тому, что тренд, цикл снижения процентных ставок, он может продолжиться в течение довольно продолжительного времени. Будут ли снижения на 50 байсных пунктов, тоже уже ранее отмечал, что для этого мы должны увидеть несколько провальных отчетов по нонфарм параллс. Пока что ориентируемся только лишь на октябрьские данные и готовимся к снижению ставки минимума на 25 байсных пунктов на заседании 7 ноября. В пятницу также выйдут данные по АСМ производственного сектора и сферу услуг. И если я полон энтузиазма увидеть слабый отчет по нонфарм параллс на основании последних слабых отчетов по периодичным заявкам на пособие по безработице, которые мы анализировали каждую неделю, то в отношении индекса АСМ производственного сектора я также практически уверен, что мы увидим плохие цифры только лишь после провального отчета по заказам товара длительного пользования, которые снижаются на 0,8% уже два месяца подряд. Поэтому индекс доллара, который, как многие уже констатировали, довольно высоко забрался в последнее время, причины мы уже разбирали, ну пора бы ему уже включить заднюю и спуститься на, скажем, фигуру, может быть, другую, ближе к отметке 100 пунктов. Поэтому ждем отчет нонфарм параллс. Соответственно, если цифры будут в соответствии с пессимистичным прогнозом, то распродажи американской валюты могут начаться довольно быстро и уже в рамках текущей недели. Золото 1754 доллара за тройскую функцию. Максимум сегодня был 2757. Причем исторический максимум находится на отметке 2758. Мы ждали хороших сигналов от сантимента. Друзья, этот сигнал сейчас есть. 27% трейдеров, то есть меньше 30, находится в длинных позициях. Толпа шортит. Поэтому, если вы готовы рискнуть и снова положиться на индекс рыночных настроений, а маркетс на позиционирование большинства и меньшинства и на психологию, то сейчас самое время посмотреть на золото, как на актив, который можно купить с следующей целью на отметке 28,00. Соответственно, если вы все-таки будете придерживаться взгляды того, что сейчас нужно использовать эту локальную возможность, друзья, я на вашей стороне. Я тоже решил сегодня снова открыть длинную позицию и рассчитываю на продолжение вот этого аптренда. Доллар канадец 1.39, цель 1.40 никуда не делась. Напомню, что после решения Банка Канады снизить процентную ставку мы фактически уверены в том, что будет еще одно аналогичное решение в декабре из-за проблем на рынке труда, низкой экономической активности и очень плохого прогноза по ВВП. После пятичных данных по рыночным продажам я прямо уже не сомневаюсь в том, что действительно темп экономического роста ВВП просядет ниже 2%. За идею того, что при прогрессе и при сохранении удержания индекса потребительских цен ниже целевого значения в 2%, это развяжет руки канадскому регулятору и даст возможность снова смягчить политику и отправить канадский доллар против американца на новые локальные минимумы, а пару, соответственно, к новым максимумам. Кроме того, на канадец сейчас давит рынок нефти. Напомню, что канадская экономика – это основной экспортер нефти в США, поэтому в случае снижения цен на нефть очень сильно едут показатели торгового баланса. И это тоже имеет свой негативный след именно в тех позициях, которые мы наблюдаем по канадцу здесь и сейчас. В общем, длинная позиция уже принесла нам хорошую прибыль, но я думаю, что это еще не предел роста этого дуэта финансовых активов. Британская валюта против доллара 1.2960. Друзья, в комментариях вы спрашиваете, что ожидать в целом дальше от фунта, но я предлагаю уже ждать оглашения бюджета, потому что от реакции рынка на то, что будут повышенные налоги, будет зависеть все. Но я скептик в отношении британца с учетом этого новостного фона и думаю, что мы снизимся ниже отметки 1.2900 уже вот в ближайшие сутки. Доллар иена 152.90, правящая либерально-демократическая партия, впервые за 15 лет потерпела поражение, я об этом уже говорил. Соответственно, возросли риски неопределенности относительно будущего состава правительства и относительно внутренней и внешней политики, которая будет проводиться. Это то, что оказывает, безусловно, давление на курс японской иены. В этот четверг состоится заседание Банка Японии. Ждем, что ставку оставят на прежнем уровне. Но даже несмотря на то, что даже УЭД говорил и комментировал, что не намерен в текущих условиях повышать ставку, все равно рыночный консенсус предполагает то, что она может быть повышена на 0,25% в декабре либо январе. Я пока воздержусь от комментариев по этому поводу, но все же уверен, то, что в текущих условиях у нас есть еще несколько дней до фактически самого заседания Банка Японии и до пресс-конференции УЭДы есть шансы посидеть в этих длинных позициях и дождаться отметки 155 йен против доллара. И рынок нефти 71 доллар за баррель. Показатели спроса едут вниз. Последний прогноз Международного этического агентства, то, что спрос на нефть в Китае в этом году выросит всего лишь на 100 тысяч баррелей. В начале года этот показатель был на отметке 700 тысяч баррелей. И даже 100 тысяч это еще не предел. Я думаю, что повезет, если вообще будет положительная динамика под занавес 2024 года. А предложение между тем продолжает расти. В Ливии, в Ираке, в Казахстане нарушение дисциплины нервирует членов аналитического пакта. Я думаю, что Саудовская Аравия тоже в ближайшие месяцы решит еще активнее отказываться от добровольных ограничений и возвращать на рынок прежние сотни тысяч баррелей в сутки. И также не забывайте, друзья, то, что в декабре страны ОПЕК плюс поднимут в совокупности общую добычу в соответствии с планами, которые были озвучены ранее, еще на 180 тысяч баррелей. Поэтому в текущих условиях я за идею дальнейшего снижения и, как и раньше, ждем тестирования отметки и уровня поддержки в 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!